Первый снег и день жестянщика. В минувшие выходные Кировская апатита накрылась снегом. Начавшийся в воскресенье днем снегопад продолжался весь день и доставил немало проблем горожанам, коммунальным службам и водителям, которые не успели переобуться. В воскресенье, согласно прогнозам синоптиков, с 13 до 6 должен был быть дождь. Но погода непредсказуема, как известно. И вот то, что вы сейчас видите, это результат ее непредсказуемости. Не все водители успели переобуться и одеть зимнюю резину. И такого добра до Ленинградки апатитов более чем достаточно. Водитель этой иномарки, девушка, просто не справилась с управлением. В середине дня телезрители стали присылать сообщения об аварийной ситуации на дорогах. Вот некоторые снимки. Тяжеловозы, легковые автомобили, все оказались в куветах на скользкой трассе. Те, кто поосторожнее, ждут на обочине. Многим большегрузом попросту не преодолеть даже самый небольшой уклон. Дорога превратилась в прямом смысле слова в кашу. К примеру, водитель этой пустой фуры Игорь Пушкин простоял уже несколько часов. Ждать эти дорожные. Сколько вы стоите здесь? Уже часа полтора спеяли. Видели хоть одну дорожную машину? Одна туда прошла. Оттуда прошла один раз. Все. Очень много. Но, как оказалось, это были еще цветочки. Чем были же котворотки, тем ситуация становилась аварийнее и хаотичнее. Здесь у самого большого подъема скопилось десятки автомобилей. Некоторые, выходя из машины, семьями пытаются втолкнуть ее в гору. А некоторые авто, буксуя, останавливаются и стоят посреди дороги. Образуются пробки. А этот автомобиль минут десять пытались вытащить из кувета, перегородив дорогу. Безрезультатно. Сами водители, и те, кто поменял резину, и те, кто этого не сделал, не скрывают своих эмоций. Дорожные службы не работают. И дорожный надзор не работает. Вот и результат проблемы. Перевал засыпало, а никого нет. Но засыпало только сегодня. А где же дорожные службы-то были? Как они? Они же знали, что засыпет. Прогноз на погоду ясен был, что засыпет. Что сегодня снег будет. Никого нет. Это в городе первый выпавший снег вызывает. Небесенное настроение и желание делиться фотографиями в социальных сетях. А здесь, на трассе, на отворотке до Ленинградки, люди испытывают реально тяжелые проблемы. Машины буквально не могут стоять. Те, кто переобулся на зимнюю резину, вынуждены стоять в пробках. А те, кто не переобулся, попадают и падают в куветы. Из-за сложных метеоусловий в воскресенье вечером федеральную трассу закрывали на несколько часов до улучшения погодных условий. Причины – мокрый снег, гололед. А всего же за минувшие сутки на дорогах области произошло 64 ДТП. А теперь о ситуации на дорогах в наших двух городах. В Апатитах традиционно снега выпало меньше, а в Кировске и осадков больше. И в целом погода хуже. Как работают коммунальные службы и чистят ли снег во дворах, узнал Антон Рассказов. В воскресенье начались работы по очистке города от снега. На данный момент все основные дороги – улица Ленина, Кондрикова и Юбилейная – в порядке. Сейчас в городе работают пять погрузчиков, две подсыпалки, одна машина с отвалом и работают порядка 40 дворников, которые расчищают объекты благоустройства. Значит, наиболее опасные участки, которым уделяется усиленное внимание – это подъемы, это спуски и это перекрестки города. По словам представителей подрядной организации, они были в курсе прогнозов синоптиков об ухудшающихся метеоусловиях, возможном снеге. Поэтому сработали оперативно. Дежурную машину у нас никто не отменял. В любом случае, будет ли плохая погода снежная, не будет ли дежурная машина работать в круглосуточном режиме, так же, как и диспетчера. Это что касается городских дорог. А что происходит во дворах? Как управляющие компании справляются с внезапным снегом на придомовых территориях? Спросили мы у телезрителей через социальные сети. Олимпийская 2319. Гололед во дворе. Подъезды почищены, но не посыпали. Очень скользко. На солнечной – нет. В Советской Конституции 2028. Никого дворника уже неделю не видели. Получается, городские службы Кировска справляются и лучше, и оперативнее управляющих компаний. Что ж, посмотрим, как они отчитаются на еженедельном совещании у главы города в среду. Ведь, как известно, чистая дорога – залог безопасности. За прошедшие сутки в Кирско-Апатистском районе произошло 14 ДТП с материальным ущербом. В связи с этим, а также в связи с резким ухудшением погодных условий, хочу обратиться к водителям с рекомендациями быть предельно осторожными при управлении транспортными средствами. Ни в коем случае не превышать скоростной режим, а также своевременно использовать на автомобилях зимнюю резину. Ну и удачи всем на дорогах. Продолжение следует...